Здравствуйте, меня зовут Розе, и вы сейчас находитесь на канале Дядюшки Розе. Играю в ММО игры, разные игры, ну по возможностям, что железо тянет, конечно. Это будет видео Путь новичка в Lineage 2 Mobile. Что я хочу донести до вас, просто там некоторые ребятушки задают вопросы, нужно ли начинать или нет, или вообще сюда лучше не заходить. А ответ прост. Если вы будете донатить в эту игру, welcome, если не будете донатить в эту игру, то забудьте, просто забудьте. Потому что развитие персонажа у вас займет, ну там я думаю пару месяцев, игра начала хоть что-то приносить. С нуля начинать без доната нет смысла, вам придется вложить по-любому в начале, там купить какие-то паки. Если вы начинаете играть каждую пятницу, выходят паки интересные, которые нужно скупать, потому что там очень много вкусного. Вы за счет них закрываете коллекции карты Гатионов. Очень хорошо то, что вам дает стоять выше локах, плюс там разные итемы, за которые покупаются скиллы. Если вы хотите начать играть, выбирайте профессию Глада, да. Вам нужен танец ярости, потому что тройное рассечение легче достать, ну вроде бы продается торговец клана, да, 13 уровень клана нужен. А вот танец ярости и тройное рассечение, когда у вас появляются эти книги на Глада, к примеру, вы начинаете себя хорошо чувствовать. И плюс у Глада там появился еще один скилл, который добавляет тройного рассечения, четверное делает, да. То бишь Глад очень крутой класс с тем, что он не тратит много Руды Духов, которые там Мах и Орб, они очень зависимы от этой соли. Я не знаю как назвать этот итем, потому что они очень много тратят Руды Духов. Руда Духов требуется от синей скиллов и выше, чтобы там на баф или какой-то Д-скилл. Ну вы задаетесь вопросом, давайте, нужно ли играть, если вы будете донатить, да, Велком, а так нет, тут нечего ловить. Ну если только для развития самого себя, просто что-то новое, поиграть, посмотреть, очень красивая игра, меняются локации. У вас, когда вы начнете играть, у вас будет квест, вот кстати надо мне пойти поделать, новая линия появилась, идете по квесту, меняются локации, там много адены падает, очень круто. На данный момент я вижу в игре 4 типа игроков. Первый, это новичок, второй, это твит на фермы, потому что очень много видео на ютубе, как заработать там на этой игре и все такое, и даже какой-то чел макрос на мышку в виде бота, который автоматизирует полностью вашу игру. Ну это противозаконная поза, которая могут забанить, но я уверен, там есть обходные пути, которыми ребята пользуются, потому что я вижу кучу ботов, которые стоят бесконечно, бесконечно просто. Третий тип, это наверное я, алхимик. Вот видите, самый распространенный ролл, это когда вы закидываете ненужную синьку и пытаетесь что-то выролить. Вот, к примеру, вот это ролл самый распространенный, потому что тут можно выйти в ноль, как бы в ролле где-то на 100 алмазов, примерно первый слот, если попадается. Как работает алхимика? Вы засовываете ненужные вещи, начинаются с двух синя к одной зеленке, это уже более крутой ролл, 2 единички, 2 первые бежи или 6 вещи с безопаской на 6 и 3 синьки, да? И вы крутите, да? И пытаетесь что-то выролить, к примеру. В целом тут есть свечение, тут есть своя схематика, как крутить, просто некоторые не знают полного понимания алхимки и как бы крутят на пофигах, там просто я знаю, я видел ролики, я просто изучил алхимочку. Есть также высшая алхимка, но это один прокрут, как бы в обычной алхимке 10 тысяч стоит, ну высшей алхимки 100 тысяч. Тут попадаются разные вещи, плюс свитки, там точки на итем, который дается 71 уровня вроде бы, я не помню. То бишь я вот эту алхимку еще не лез, но я понимаю, что ее тоже надо начинать крутить, потому что вот эта алхимка, она очень удешевилась, очень сильно удешевилась, из-за того, что нет донатеров в игре. То есть они есть, но их очень мало. И то бишь надо переходить на высшую алхимку, чтобы крутить те вещи, которые не падают с этой алхимки, но та алхимка очень дорогая по адене. Адена нужна везде и на все, просто она это такой ресурс, который каждому игроку в этой игре нужен, каждому. Как крафтить скилл, как крутить алхимку, как крафтить, везде используется адена. То бишь, пралхимку, да, мы закидываем ролл, вот видим, 2 единички, 3 синьки, 3 нулевочки. Первый слот, чтобы мы выходили в 0, к примеру, второй слот там 30-20 алмазов плюса, третий слот это уже будет x300, где-то в 300 алмазов вы выходите, да. 200 прибыли чистыми, ну и четвертый, пятый слот краснуха, ну x800 можем сказать, да. Краснуха нормально уходит, 800, там 900, смотри какая краснуха, там есть краснуха и за 3 300, но тоже топовая краснуха, которая уходит. Могу же назвать себя алхимиком, линейдж 2 мопа. Вот, можете сами видеть, накрутил интересные вещи, которые стоят денег, но их никто не покупает, потому что с нашего сервера улетели ребята денежноспособные, или как назвать, не знаю как их назвать. И то бишь, мне надо сосредотачиваться только на мировой рынок, который на кластер, на краснухую, но это очень сложно. Ну как сложно, надо просто много адены и много времени, чтобы крутить именно то, что продается. Игра будет жить за счет тех людей, которые в нее вложили много времени и денег. И в этой игре гринд, буст не прекращается, вы будете бесконечно гриндить. Вот, к примеру, чем хороша алхимка, то что печать души, да, почти девятая у меня. Девятая печать души мне даст урон с сосками 65%, сейчас 50%, да, 65%, но 4 раза я пытался и что-то не заходит. Все кристаллы нафармлены чисто с алхимки, чисто с алхимки, потому что попадаются такие роллы с кристаллами, я тоже иногда кручу, потому что кристаллы фармлю, чтобы буститься. А за счет этого урона тоже профит очень хороший, это кач, адены больше, киллрейт мобов быстрее, там на некоторых локациях ты там выбьешь больше синьки, к примеру. Куда я себя так настраиваю, чтобы качать соски, потому что, ну, буст всегда хорошо. Куча там кристаллы души, там карты, ну, карты, ага, это чисто донат, ну, даже синее 40% карты ты не достанешь, к примеру, ну, просто с обычных паков. Тебе надо покупать паки донатные, возьмем просто любого. Допорон крит атака, да, давай по магам пройдемся, там, арбы. Мах точность, видим, интеллект, мах точность, защита, если каде есть, то две защиты, если даже закрыть синие карты, я просто, ну, я не знаю, где-то в 270 защиты я выйду, просто чисто из-за синих карт. А это уже очень хорошо, там и точность, и мах урон, то бишь выше локации, интереснее вещи, дороже вещи, меньше твина ферм, то бишь вы сами понимаете. Как бы мир устроен, линейдж 2 мобайл, тем, что хорошо, поделено все на сектора, да, один тип людей играет, тут второй тип играет людей, там дальше третий тип людей играет, то бишь ты найдешь себе всегда пвп. Если ты только начал, тут ребята, которые тебе подойдут, да, там по пкшить, побегать, но всегда знайте, что у этих твинов, которые тут стоят, есть основы, там, 75+, то бишь, если вы убьете твинах с какого-то бигсайда, вас добавят там вар альянса, может быть даже, в каком звании там будет тот человек, чей-то твин. То бишь, игра очень интересная, она социальная, крутая. Где брать адену? Если вы донатите, вы можете приобрести адену, зайти в аукцион, другое, опуститься в самый низ, и тут будут вот такие вот знаки шилин. Одна шилочка стоит 20 тысяч адены, да, кинули тысячу алмазиков, да, и вот 50, видим, 50 алмазов, 20 лямов адены, это просто великолепно. Можно, конечно, посмотреть, еще подешевле, да, можно найти подешевле, нет, вот, тысячу шилок, люди продают то, что покупают, наверное. Вот, тысячу шилок, это если, вот тут будет вот такая иконочка, вы на нее нажимаете, там будет скупщик, ему продаете. То же самое, разные итемы, к примеру, падают, вот, итем, очень много, если вы тут будете стоять, печатерка, тоже можно продавать. То же самое, в муравейнике стоять, в муравейнике падает, вот такая липкая жидкость. В начале очень круто, тоже стоять, очень хорошие локации, вот эти, за счет вот этой липкой жидкости, плюс адена, но ее нельзя продавать на аукционе, вот, как печатерка и липкую жидкость. Вот шилки, можно продавать, шилки фармятся в основном, но они с поля падают, также вот таких зарычей мечи, то бишь, ответ по адене, я думаю, вам понятен. Аукцион, другое, все, и там, находите шилки, покупаете, если вы донатите, вам никаких проблем. Кстати, мне задавали вопрос, вот, может, вы мне подскажете это, теперь я буду вас спрашивать. Где брать фиол камни, вот, я не знаю. Правильно, только страю на фиол, когда вы траете, из-за неудачи вам дают фиол камень, а так, больше нигде их не взять, вот, я не знаю. Может, кто-то мне подскажет, это видео будут смотреть и не новички, потому что у меня много лдов разных смотрят, просто, я не знаю, время убить. Я ничего нового не расскажу. Конечно, добавляются новые классы, новые скиллы, реворки, все это, но игра остановилась. Кто не знает, бывает, вот, смена сервера, бывает, теперь, как сказали, раз в месяц будет трансфер, да, это перелеты по кластерам. Вот, к примеру, я на сервере Леона, Леона это кластер, состоящий из шести серверов. Также есть Бартс, Зикхард, Эрика, ну, и Леона. Четыре кластера, итого у нас получается 24 сервера. Так произошло, что у нас были ребята на Леоне, ну, такие среднячки, можем сказать. И к нам залетела пачка каких-то топов из четырех человек, просто разнесла, забрала у них там часть боссов, я так понял, но замок не отжала. Ну, я не знаю, может, это договорняк, потому что Линейдж 2 Мобайл это полнейший договорняк. Все топы друг друга знают, там переписываются между собой, просто наслаждаются этой игрой, как работяги фармят им все, что они. То есть, я называю социальной пирамидой, то есть, в клане есть иерархия, типа, сильный, там, давно ли ты в клане от буста, там, в зависимости, как бустится. Короче, ну, так все сделано, что бустится всегда сильный, да? Ну, это понятно, да? Но это очень сложно, это, если вы будете играть, вы поймете. Почему я записываю это видео? Потому что много новых людей заходит играть, понимают, что это донатная помойка, вот я прямо говорю, донатная помойка, и уходят, да? Вот, чтобы вы могли посмотреть видео и решить для себя, будете вы в это играть или нет, потому что без доната тут нечего делать. Там, говорят, новые сервера, может быть, откроют, вот тогда, да, ребят, тогда нужно, ну, можно залететь, потому что со старта на новых серверах будет, там, кажется, и опыт увеличен, и дропрейт увеличен. Короче, вот такое. Там у нас один товарищ мертвый занимался этим новыми серверами, но что-то он пропал. Видно, его кинули на новые сервера, не знаю, что вам рассказать, там у меня есть видео, путь мага, вроде бы, да? Ну, я прикреплю видео, если вы хотите начинать играть, вот, видео, банально, что вам нужно вначале знать, там, какие резы выбивать, что крафтить, как играть, такое хорошее видео. Думаю, ничего не поменялось в целом. Пиши в комментариях свои вопросы, по этим вопросам сделаю видео, чтобы не было больше понятно, что тебе интересно, что тебе рассказать. Потому что я вижу, там, ну, ребята задавали вопросы Диадену, брать, там, ну, стоит ли играть? Я говорю, стоит играть, но игра донатная, да, к сожалению. Чтобы почувствовать вкус игры, тебе надо донатить в игру. Ладно, с вами был Розет, пиши комментарии. Всем до новых встреч.